всем привет итак в этом видео кратко посмотрим на две среды разработки на языке си что такое среда разработки это такой текстовый редактор вот но не просто текстовый редактор а редактор у которого много всего полезного из полезного можно отметить это подсветка синтаксиса вот компилирование компоновка и так далее то есть это такие специальные программы в которых вы можете создавать другие программы при этом не тратя время например на команды опять-таки компилирование отдельные команды там консольные потом отдельные команды компоновки и так далее и тому подобное вот я рассмотрю две среды для разработки первая среда это кюти называется она и скачать ее можно вот здесь кюти а и отдал лот иногда бывало такое что они закрывали доступ к бесплатной версии вот иногда это бесплатная версия была где-то в самом низу но в целом бесплатная версия в целом есть всегда поэтому нужно что в данном случае вот сейчас на сегодняшний день она находится вот здесь download for open source users то есть вот можно go open source и здесь можно скачать бесплатную версию вот мы перейдем самый самый низ вот и вот внизу будет download cutie installer то есть всегда знаете о том что в принципе нужно просто поискать где скачать либо поискать в поисковиках да там google яндекс и так далее поискать как скачать бесплатную версию вторая и да ешка то есть это все называется и да ешками это у нас visual studio на данный момент вот тоже есть бесплатная версия community вот она доступна для студентов участников создания открытого исходного кода и отдельных пользователей вот здесь тоже можно скачать visual studio она у нас работает под операционной системой windows но вот я вижу она вроде бы как бы доступна даже для mac я не знаю насколько она работает хорошо или плохо но есть в принципе для mac cutie 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 он кроссплатформенный то есть он доступен под платформами windows linux и macos поэтому если вы работаете только под windows и планируете всегда работать в операционной системе windows то конечно же лучше скачать visual studio и научиться и пользоваться она учиться и пользоваться довольно таки просто нужно просто писать небольшие программки вот и рука так сказать будет набита если же вы планируете кочевать с разных систем одну вторую поставить третьем то я рекомендую cutie в этом случае у вас всегда вы бы привыкнете к одному и тому же редактору вот и вам довольно легко будет переносить свои проекты на на другие платформы вот теперь смотрите по поводу установки вижу студию но я не буду показывать процесс установки это довольно таки долго и она меняется как показала практика с каждым годом какие-то меню где-то недоступны что-то доступно и люди пишут и спрашивают а этой галочки нету а того нету и сего нету поэтому на всякий случай рекомендую ставить visual studio по умолчанию единственное убедиться что где-то где-то в галочках при установке будет возможность выбора компонента убедиться что установлен c++ вот если c++ установлен то c тоже будет поддерживать вот по поводу установка тоже не занимает проблем единственное когда у вас будет установщик вот сейчас он выглядит вот так вот вот еще полгода назад он выглядел по-другому но сейчас он выглядит вот так вот и при установке у вас спросит установщик что же устанавливать соответственно если вы находитесь под операционной системой windows то я рекомендую выбирать галочки min gv ну и какую-то там версию вот данном случае например когда вы будете устанавливать у вас может быть версия там крититом 5 ну или там не знаю давайте вот так вот 6 с чем-то так вот что вот это такое это набор окружения для работы с компилятором microsoft visual studio если у вас нету ну я вообще не рекомендую на начальном этапе конечно же выбирать вот это если вы устанавливаете китик рейтер то лучше выбрать min gv в данном случае это установщик грубо говоря под windows под линуксом там гораздо проще там просто будет же си си а же си си там уже будет установлен то есть это компилятор вот и все такое так вот если вы под windows устанавливаете то когда вы увидите вы выберете какую-то свою версию и выбирайте min gv вот то есть вот эти вещи ставить не нужно потому что вы можете установить а visual studio у вас может не быть и вы можете попробовать собрать сконфигурить проект под эти компиляторы и у вас ничего не выйдет точно так же как вот эти неизвестные архитектуры тоже ставить не надо android ю пи ю w пи и так далее выбирайте галочку min gv можете вот просто 64 бит если ваша сети четырех разрядная платформа либо 32 бита вот ну а дальше обычно там по умолчанию галочки выставлены на редакторе и т.д. и т.п. вот теперь посмотрим как выглядят внешне да эти редакторы в данном случае qt creator ну или давайте microsoft visual studio она запустится где-то примерно будет выглядеть вот так опять говорю от версии к версии внешний вид может меняться но не очень сильно для того чтобы создать проект нажимаем create new project и visual studio так как мы будем учиться языку си а в дальнейшем и си плюс плюс то лучше выбирать вот тут можно выбрать под какой язык создать проект выбираем си плюс плюс ничего страшного что это си плюс плюс си плюс плюс мы не знаем но си плюс плюс полностью поддерживать язык си до компиляторы си плюс плюс поддерживают си поэтому выбираем здесь си плюс плюс выбираем консоль вот то есть пока не десктопное приложение ну без окошечек и нажимаем next дальше здесь выбираем пути имя проекта и все такое и нажимаем создать так проект создался да когда мы перейдем к изучению функции что такое функция мэйн и какая какие она принимает аргументы это вас может смутить то что здесь немного по-другому но у microsoft любят не то что любят а иногда что-то свое добавляют для себя но так как у них есть свой собственный компилятор то конечно же этот компилятор некоторые вещи понимает вот настоящий так сказать православный компилятор вот эту запись не понял бы вот но в целом в целом я буду работать в редакторе таки крейтер и весь код который и весь код в уроках он спокойно будет поддерживаться visual studio то есть здесь проблем не будет вот единственное же говорю visual studio добавляет там свои какие-то файлы которые в принципе могут быть не нужны и так далее но пугаться не стоит вот со временем вы со всем во всем этом разберетесь и сложности не будут так вот вот проект создан все таки не пугайтесь то расширение вот исходный код о чем я говорил да предыдущем введении то есть исходный код который компилятор переводит на машинный язык вот и здесь расширение файла . cpp то есть это в этом файлике мы будем создавать новую программу ну точнее возможно вы будете создавать вот cpp обычно означает что это файлы с исходным кодом на c++ на языке c++ . c на языке c но повторяю еще раз ничего страшного вот все будет работать какие преимущества есть у visual studio преимущества таковы что для установки дополнительного пакета ну точнее библиотеки здесь можно воспользоваться вот таким интересным менеджером new get менеджер и здесь мы можем найти интересующий нас пакет например для работы с графикой opengl давайте поищем и вот здесь полно каких-то библиотек от разных пользователей от разных там компании так сказать вот но нам надо например для c++ давайте напишем c++ они для c-шарпа и я вижу здесь только для c-шарп 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 ну давайте не знаю вот так вот напишу или даже например нам нужна библиотека для шифрования вот есть ssh есть ssl да вот шифрование open ssl например нам нужна дополнительная библиотека вот какие со временем все равно мы все если будут подключать то проблемы не должно быть в qt creator нужно в дополнительном файлике это делать visual studio надо просто перейти в специальную вкладочку набрать имя библиотеки выбрать здесь правильную версию нажать там вот например установить вот выбирать выбирать для какого проекта и она устанавливает все и мы ограждены от всех этих непонятных телодвижений на первый взгляд непонятных для того чтобы подключить стороннюю библиотеку ведь для того чтобы создавать какие-то вот приложения как в этом случае например с окошечками с кнопочками либо вообще графику какую-то рисовать нужно подключать дополнительные библиотеки которые не входят в стандарт языка которые с ним не поставляются вот так вот это очень хорошее преимущество visual studio потому что сделан очень удобный менеджер вот в принципе в принципе что еще все редакторы еще их называют и до ешки да они все примерно плюс-минус одинаковы в плане функционала написания кода то есть есть подсветка синтаксиса вот разными цветами подсвечиваются ключевые слова в языке программирования вот можно зажимать какую-то кнопку в данном случае контроль и переходить например к этим файлам да к файлам или к описаниям там типов данных и т.д. и т.п. то есть в принципе они все плюс-минус одинаковы то есть по visual studio я заканчиваю то есть повторяю по процессу установки показывать не буду потому что из от года из года в год меняются некоторые интерфейсы галочки и т.д. и т.п. но так как вы уже решили начинать учить язык программирования то я думаю это будет ваше первое задание установить какую-нибудь среду разработки будь то visual studio или qt-creator или может быть какая-нибудь другая о которой вы наслышаны вот теперь переходим qt-creator qt-creator создание проекта здесь давайте здесь создание можно один способ показала второй вот здесь new project и все тоже самое в qt-creator аналогично создается проект давайте нажимаем файл new file project и выбираем в данном случае выбираем plain то есть чистое c приложение plain c application нажимаем next next выбираем имя указываем путь qt очень не любит в операционной системе windows если у вас здесь какой-то очень длинный путь либо если в имени есть русские символы то есть это операционные в операционной системе windows с этим могут быть проблемы поэтому лучше если здесь ваш пользователь и он с русскими там украинскими не знаю другими то есть не английскими символами то могут проблемы под операционные системы linux такого нет могут быть символы какие угодно вот но лучше создать отдельную папочку где на отдельном диске где складировать все свои проекты так вот здесь понятное дело выбираем где будет храниться проект нажимаем next здесь по умолчанию вот здесь как раз будем выбирать чем компилировать в данном случае так как у меня visual studio установлена и у меня установлены эти компиляторы но используя qt я обычно выбираю компилятор минговые да так как у меня 64 разрядная система то это 64 бита далее дальше нажимаем next 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 finish все и вот мы пришли qt нам создал первый проект по умолчанию ну и как вы видите здесь тоже синтаксис подсвечен как и здесь но немного другие цвета это не суть важно здесь точно так же можно перейти к описанию файла к описанию там функции нажимая определенные кнопочки и т.д. и т.п. увеличить шрифт я зажимаю контроль и кручу колесиком здесь аналогично то есть все они плюс-минус одинаковы единственное что у кити создала мне проект чистый себе всякого мусора вот с одним файлом mnc и с самой главной функции и если мы запустим этот проект то по-хорошему он выполнился и вот у нас в терминале написали hello world то есть это обычно этим начинаются самые первые программы но о том что это все мы будем говорить в следующем видео а на сегодня я думаю все то есть как что такое кити крейтер я думаю вы разберете с любой новой неизвестной программой всегда если вы сталкиваетесь всегда будут на каких-то начальных этапах будет что-то непонятно но это всегда решается я думаю вы уже знаете у вас уже был опыт работы с неизвестной программой и буквально там через месяц два три четыре вы уже уверенно в этой программе чувствовали точно так же как и вот эти идеи среды для разработки аналогично что-то будет непонятно но со временем так давайте я сделаю вот так чтобы вы убедились что кода который будет написан в критике будет работать и в visual студии то есть давайте чистый оставим и давайте запустим debug start дебаггин или давайте так и получаем первую ошибку да первая ошибка но должен быть этот файлик так и запустим на выполнение нашу программку первый запуск может быть долгим потому что visual studio все зависит от настроек вот должен подгрузить некоторые символы серверов серверов microsoft вот для отладки ну это в данном случае у меня установлены такие настройки вот но если у вас тоже вдруг такое возникнет что вы запустите ничего не увидите то попробуйте сместить это окошечка вот и зажимаешь да смещаю и увидеть то что на фоне у нас идет загрузка каких-то непонятных символов вот так вот когда все загрузится запуск будет довольно быстрым вот hello world то что мы написали да в консоль ну а это дальше уже выводится visual studio для какой-то может быть информации которая нужна программисту самое главное мы убедились что наш код работает и компилируется в принципе все поэтому ваше первое задание скачать и установить среду разработки и создать проект по умолчанию и его запустить соответственно у вас в случае с кондиатором должно и в случае с visual studio должен запуститься вот консольный проектик в котором будет написано hello world вот ну здесь я добавил вот но в любом случае давайте откатимся к начальному в любом случае даже если мы этот запустим у вас программа должна запуститься пусть без никакой надписи но она должна скомпилироваться и запуститься вот ну а на сегодня все всем спасибо до внимания до встречи в новом видео в новом видео